Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим на тему рынка интернет-маркетинга и веб-аналитики в России. Есть такой, я уверен, рынок. И об этом нам сегодня расскажет мой гость. Это Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа Web Profiters. Добрый день, Андрей. Добрый день, Олег. Ну что ж, сразу начнем. Без обвиняков, что называется. Итак, рынок интернет-маркетинга. Я правильно понимаю, что маркетинг, собственно, и в Африке маркетинг, что называется. Мы говорим о некой специфике, связанной с высокими технологиями. Ну, это абсолютно точно. Есть множество специфических вещей, характерных интернет-маркетингу. Но, в общем, законы классического маркетинга вполне применимы к интернет-маркетингу. А в чем там отличие его? Почему мы выделяем его? Есть некий маркетинг, действительно. Неважно, где мы это делаем. В оффлайне, в онлайне. Или все-таки есть специфика? Есть не специфика. Есть одно очень положительное отличие. Маркетинг, в общем случае, это некий набор действий. Давайте скажем, если это продающий смысл маркетинга для привлечения клиентов. Интернет один просто из самых эффективных и просчитываемых каналов. Один из самых управляемых каналов маркетинга. Поэтому в связи с этим связана его, в общем, относительно невысокая стоимость и при этом высокая эффективность. Вот в этом его и основное отличие от, скажем, других традиционных медиаканалов. Ну, то есть, исходя из этого, есть смысл выделять это в отдельную категорию какую-то? А может быть, даже заниматься только интернет-маркетингом, учитывая вот это? Да, ну, смысл выделять и как-то обращать на это внимание, конечно, имеет. Но заниматься там только интернет-маркетингом или заниматься другими способами рекламы – это конкретный вопрос каждому конкретному бизнесу, свой набор медиамиксов. То есть, изначально задача такая, да? Вот если я бизнесмен, у меня есть как бы вполне понятные стратегические и тактические задачи, и маркетинг позволяет мне их решать просто-напросто. Где он будет наиболее эффективен, туда я и пойду. Да, если у вас есть, там все вполне конкретно, в чем плюс интернет. Если у вас есть определенный объем продаж, там, ну, условно, в штуках, в килограммах, еще в чем-то. Вот интернет, он, поскольку очень считаемый и прогнозируемый источник за счет аналитики, можно прямо очень хорошо посчитать, где нужно разместить рекламу, в каком ее объеме нужно там разместить. И сколько, да, это в результате принесет прибыли. Сколько это принесет, ну, прибыли, да, и вот, собственно, сколько нужно разместить рекламу, за сколько денег, чтобы вы получили это количество килограмм там проданных продуктов или в штуках. В этом большое отличие интернета, скажем, от наружки и от... Где это просчитать сложнее все же, да? Ну да, там, конечно, то есть там другие задачи часто решаются, не совсем продажные этими методами. Имиджевые скорее, да? Да, имиджевые, но тем не менее, да, в интернете тоже имиджевые задачи решаются, и они лучше считаются за счет того, что просто, ну, технологии позволяют следить за посетителями сайтов и так далее и тому подобное. Здорово. Ну, тогда начнем, давай, с того, как нарисуем картину, как выглядит в России интернет-маркетинг. Рынок этот сформирован ли? Или он в зачаточном состоянии? Ну, по понятным, наверное, причинам. Да нет, я бы не сказал, что он в зачаточном состоянии. У нас в России достаточно большой объем интернет-рекламы измеряется. Это уже, по-моему, в миллиардах долларах США. Я сейчас точную цифру не припомню. То есть это достаточно... Порядок цифра. Да, это достаточно большие деньги. Аудитория Яндекса примерно там, она, по-моему, даже больше уже, чем аудитория первого канала в пиковые часы. Поэтому, конечно, говорить о том, что интернет – это что-то такое маленькое, что-то такое кастомное очень, это уже об этом говорить не приходится. Это один из самых основных, особенно для малого бизнеса, способов рекламы дешевой и эффективной. Соответственно, на этом месте возникает некий рынок услуг, который предоставляется. Это и конструирование, создание сайтов, это и реклама, и это, собственно, последующая аналитика. Как в любом маркетинговом процессе, есть процесс создания, проведения рекламной кампании, последующего и оценки ее эффективности. Вот, и рынок, в общем, интернет-маркетинга в России, он представлен большим количеством различных агентств, которые осуществляют различные виды рекламы, технологических участников рынка, которые предоставляют определенные рекламные технологии, поисковые системы, крупные интернет-компании, крупные порталы. Все это, в общем, имеет отношение к рынку интернет-маркетингов. Поэтому он, безусловно, существует. Хорошо, мы говорим о веб-анализе неком, да, как части вот этого всего. Это такой небольшой кусок, да, вот, собственно, который я представляю. И появился он, ну, если интернет-реклама в России уже много лет, и там давно занимается, то вот именно аналитика рекламы, пожалуй, занимается где-то последние, наверное, года три, связано это с тем, что раньше, ситуация какая, раньше можно было в интернете там не сильно много инвестировать денег в интернет-рекламу, это не было так важно для больших бизнесов, и можно там, условно, было за 300 долларов получить серьезный поток посетителей на сайт из Яндекса, и все, в общем, этим заканчивалось. Какой смысл оптимизировать рекламу и анализировать ее эффективность, если она стоит 300 долларов? Ну, в общем, смысла этого в этом нет никакого. За три года произошло как бы некое изменение, да, во-первых, там еще кризис произошел, даже чуть пораньше, в восьмом году, и маркетинговые бюджеты, они стали снижаться, то есть нужно как-то более эффективно их распределять. И даже 300 долларов стали считать даже уже, да? Да, безусловно, и даже 300 долларов стали считать, и на это есть прямые там доказательства, исследования Яндекса. Вот у Яндекса там в Директе средний клиент, он, по-моему, даже еще меньше, чем 300 долларов приносит в месяц, но при этом количество установок счетчиков, которые отслеживают посетителей, оно там, начиная с 2008 года, выросло, ну, по-моему, от 15% рекламодателей Яндекса до, по-моему, 90%. То есть почти все устанавливают уже систему статистики. То есть некое давление со стороны того, что не хватает финансов и развития технологий, и распространение этого всего в России позволило, в частности, мне и нашей компании, достаточно популяризировать вот эту вот тему аналитическую, и заставить фактически маркетологов более ответственно относиться к распределению денег в рекламу, и более эффективно эти деньги тратить. Хотя меня, например, очень часто раздражает то, что, ну, я как руководитель компании вынужден уговаривать фактически людей в этих компаниях, в общем, более эффективно тратить их же деньги. Да-да-да, их же деньги, да. То есть я тебе несу благу, а ты еще упираешься. Да, ты сопротивляешься. Ну, это, возможно, разные варианты в России бывают. Иногда сопротивляются на нашей практике и по вполне понятным причинам. Например? Ну, бывает так, что специалист по маркетингу, он заинтересован в не самом эффективном, не в самой эффективной трате этого бюджета. Это такое, как бы, явление. Да-да, ну, это такой российский, да, пример российской действительности. Ну, к счастью, вот за три года, как бы, все меньше и меньше я этого вижу. И вот, к счастью, и агентства, которые, в общем, тоже, рекламные агентства, у них же, как бы, какая их цель, да? Они все живут на комиссию от рекламы. И, в общем, по этой логике, исследуя этой логике, их, в общем, две задачи основных. Это, первое, удовлетворить клиента, его цель выполнить. Но, второе, при этом и денег, в общем, заработать. К сожалению, реальность такова, что эти цели часто очень конфликтуют. И агентство, оно начинает там продавать те рекламные площадки, те методы размещения рекламы в интернете, где комиссии у него больше. А нигде конверсия посетителей в клиентов. То есть, он идет на компромисс на некий, да? Он уговаривает клиента, ну, немного лукавя, да? Ну, да. Преподнося ему, вот здесь будет все гораздо лучше, а сам... Да, и так было. Вот это достаточно, ну, часто это встречалось, да? Какие-то странные распределения были в медиапланах. Но вот за три года, к счастью, да, ситуация изменилась за счет того, что инструменты аналитические развиваются. И, в общем, ну, там в это вкладывают усилия и те, кто занимается этим на уровне агентства, и сами вот разработчики инструментов Google, Яндекс, там, и так далее. Ну, а говоря об аналитике, я так понимаю, что это еще не так популярно, да, в среде малого, среднего бизнеса? Ну, надо начать с того, что малый и средний бизнес, это как бы, ну, не совсем... Целевая аудитория. Не то, что не целевая аудитория, не совсем правильное разделение. Потому что есть, например, очень большие бизнесы, но у них в интернете очень маленькие бюджеты. Ну, например, какой-нибудь большой B2B, у меня есть пример, вот... То есть для тебя это будет малый бизнес, да, несмотря на то, что у них огромные обороты? Ну, я не делю по размеру бизнес. Да, это как бы рекламодатель с не очень большим бюджетом в интернете, который, может быть, и не имеет смысла оптимизировать очень сильно. Зачем ему тратить деньги на оптимизацию рекламы и повышение эффективности своей рекламы больше, чем он, скажем, теряет на этой неэффективности? Это закон, против которого не попрешь. Поэтому самые основные клиенты – это крупные компании, которые используют интернет как способ привлечения потенциальных клиентов. Это банки, это, в первую очередь, e-commerce индустрия, то есть интернет-магазины. Там уже очень бизнесы с очень большим оборотом сейчас. И, конечно, их первоочередная задача – это оптимизировать свой рекламный бюджет, поскольку для них это бизнес-критикал. Их не приходится уговаривать, я надеюсь. Нет, конечно. Более того, у них свой штат аналитиков в большинстве случаев. Например, у больших интернет-магазинов, у Озона, у Энтера, у них есть люди, которые за это отвечают, и не один человек. Там целые аналитические отделы занимаются решением вполне прикладных аналитических задач. И здесь даже мне, нашему агентству, иногда трудно, потому что внутри уже столько сделано, что, в общем, заходить со стороны и что-то там делать в большом бизнесе крайне сложно. Поэтому у них, конечно, эта экспертиза есть. У банков, у страховых компаний. Ну, как правило, там внутри с аналитиками я не видел, чтобы прямо там аналитические отделы поднимали. Но, тем не менее, какие-то отдельные люди есть, тоже они этим занимаются. Все почему? Потому что большие тратятся деньги на привлечение там. И очень важно привлекать клиентов, скажем, для банка, очень важно привлекать дешевые заявки на кредиты, чтобы это впоследствии не вылезало за некие допустимые пределы, по которым банк может получать своего, собственно, клиента, чтобы это было для них рентабельно. Вот занимаются аналитики этой оптимизации. Андрей, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа Web Profiters. И мы говорим на тему рынок интернет-маркетинга и веб-аналитики в России. Андрей, продолжим нашу беседу. Мне очень интересно, а чем же занимается в конечном итоге веб-аналитик? Ну, это человек, который занимается вполне простым действием. Он пытается сделать, чтобы из посетителей сайта больше превращалось в клиентов для бизнеса, который, собственно, этим сайтом обладает. Его задача в том, чтобы повышать КПД сайта, то есть его некую пропускную способность. Задача, например, агентства какого-то, неважно, это поисковая оптимизация, контекстная реклама, реклама где-то на каких-то порталах, привлечь на сайт посетителей. Задача аналитика сделать так, чтобы сайт максимально отвечал тем желаниям посетителей, которые на него попадают, то есть чтобы рекламное сообщение и рекламный формат, месседж так называемый, да, он совпадал с тем, что посетитель увидит на странице, чтобы там все было понятно и чтобы было ясно посетителю, как совершить целевое действие, которое он, в общем, собирается на сайте совершить. А изначально кто этот сайт разрабатывал? Ну, это какая-то, может быть, веб-студия, может быть, это отдел разработки на стороне самого клиента. Ну, они такие задачи тоже при разработке наверняка ставили перед собой. Ну, они, конечно, их ставят, но у аналитика какое преимущество? Когда разрабатывается сайт, еще ничего, в общем, не ясно. Как он будет работать, да? Есть некая экспертная оценка того, что надо делать там так и так. Например, нужно страницу проектировать так. Вот здесь надо поставить картинку, здесь написать нужно там пять абзацев текста, а здесь нужно расположить преимущество, а здесь, да, телефон и кнопку. Дальше накапливается некая статистика. Аналитик смотрит распределение кликов на странице, куда люди кликают, куда они не кликают, где они водят мышкой, где не водят мышкой. Вот, в принципе, есть там юзабилити-компании, они проводят исследования туда, ну, того, куда человек смотрит, это айтрекинг называется. Вот, по результатам этого всего, как правило, видна как бы не идеальная картина, да, как в экспертном там мире, да, а некая вот фактическая картина, что что-то нужно там поменять, изменить. Вот это вот называется там, ну, оптимизация интерфейса, скажем, да. Плюс аналитик следит за тем, чтобы на сайт приходил правильный трафик, чтобы не забрасывались на сайт какие-то, ну, не очень нерелевантные посетители, которым на самом деле это не нужно. Это, ну, некий такой контроль качества работы рекламных агентств. Вот его две задачи основных. Этим обеспечивается высокий процент превращения посетителей в клиентов, ну, или в заявки, там, это в зависимости от того, что за бизнес. А вот эти технологии, которыми веб-аналитик пользуется, они известны уже, они пришли из-за рубежа, или все-таки вы, ну, учитывая специфику российской действительности, какие-то из них создали самостоятельно? Да нет, есть, ну, как бы, есть две только технологии, да. Это первая технология называется мозги-аналитика, да. И тут, пожалуй, ведущие технические вузы Российской Федерации, я думаю, не уступят и за рубежом. Много, как бы, ребят умных в России с очень сильным мотаппаратом, в том числе и вот мои коллеги, которые у меня работают. То есть, самое важное, на самом деле, в аналитике самое важное – это мозги. Это не что собирает цифры, по большому счету, а что эти цифры превращают в буквы. То есть, можно сказать, что аналитик, он везде будет аналитиком, если у него действительно есть мозги. Ну, конечно, да. Что касается инструментов, ну, самое важное, что есть, это системы по аналитике, счетчики, статистики, которые на сайтах стоят. Есть, там, западные разработки гугловские, Google Analytics называется. Есть разработки и наши, Яндекс.Метрика, и, в общем, она вполне конкурентоспособна, и каждая из этих систем применяется для своих задач. Они вместе, вдвоем, прекрасно комбинируются. Наши разработчики, я не считаю, что каким-либо образом отстают от Гугла. Ну, то есть, естественным образом, там, у Гугла, может быть, больше людей, они больше в это инвестируют за его времени. Больше ресурсов, да? Больше ресурсов, да. Ну, это как бы понятно, да. Но, тем не менее, Яндекс очень умно пытается там делать. У него есть очень отличающий его продукт Яндекс.Метрика бесплатный от Гугла. Интересные вещи, которых в Гугле нет, поэтому, в общем, количество установок метрики за последние годы сильно выросло, и Яндекс догоняет здесь Гугл. Потому что Яндекс тоже заинтересован в том, чтобы его рекламодатели получали качественную рекламу. Иначе, если он не даст инструмента для оптимизации этой рекламы, то, в общем, рекламодатели будут уходить. И вполне возможно, они будут уходить в Гугл Эдвардс. А вот, ну, это да, это логично. Вот это вот отличие, да, бесплатные, как ты сказал, отличие Яндексских... Они все бесплатные. Яндекс, Гугл тоже бесплатные. Яндекс и Гугл бесплатные. Есть и платные, но, скажем так, это для, там, 1 сотой процента бизнеса, наверное, нужны платные счетчики для очень больших, где очень много посещений и так далее. Все это, как бы, на среднестатистического человека, который занимается интернет-рекламой, ему будет с лихвой достаточно аналитикса или метрики. Вот упомянул ты очень важную, на мой взгляд, историю, связанную с мозгами и с тем, что наши вузы вполне конкурентоспособны с точки зрения подготовки этих самых мозгов. Исходя из этого, возникает проблема кадров в этом бизнесе? Ну, в частности, когда ты собственный бизнес затевал, где брать людей квалифицированных? Надо их учить, может быть, с нуля? Или проблем здесь нет никаких? Нет, ну, конечно, проблемы есть. То есть это самая большая проблема в индустрии интернет-маркетинга и вообще интернет-технологий в России. Это кадры. Это кадры, да. И связано это с тем, что образования очень мало в России на это направленного. И получить информацию, в общем, молодому специалисту неоткуда. В вузах как бы не очень, не всегда преподаются максимально совершенные, там, максимально современные технологии. И не всегда максимально современные преподаватели читают лекции, из-за чего создается там некий диссонанс даже на маркетинговых факультетах. Вот. У меня, вот, например, опыт какой? Ко мне люди приходят после там окончания факультета маркетинга в государственном учебном заведении. То есть они, вроде бы, суперпрофессионалы, по идее, да, и по диплому. Да. И я им задаю вопрос, сколько будет 3% от 150, они сидят, думают долго. И потом еще говорят 45. Ну, это вот, это не смешно, это правда. Это реальность жизни, да. Поэтому мы вот стараемся как поступать. За практически уже 5 лет существования этого бизнеса мы поняли, что, первое, лучше взять человека с хорошим математическим аппаратом, обязательно из технического вуза. Даже если он не знает, что такое маркетинг, мы ему все объясним сами и научим. Самое главное, чтобы он мог, ну, как бы, работать с числами, и чтобы он был усидчивый, чтобы он хорошо понимал, вот, использовал методы, которые ему, в общем, дают в вузе. Например, мне вот давали там, я учился в Московском аэкционном институте, да, на факультете робототехники и кибернетики. У меня там была теория вероятности. Я ей пользовался для того, чтобы там, ну, для боеголовок всяких там и так далее. А потом мы взялись с моим партнером, и, в общем... Вообще, извините, я далек, конечно, от теории вероятности, тем более от робототехники, но теория вероятности для боеголовок как-то звучит очень... Нет, здесь ничего нету, в общем, ничего такого. Мы занимались оцифровкой, да, объектов, да, а там бывают различные ошибки, используется математическая статистика теории вероятности для обработки и оцифровки объектов, подстилающая поверхность это называется. Вот, а потом мы просто поняли, что можно то же самое, вот те же самые методы использовать в маркетинге, ну, например, для предсказания продаж, предсказания интернет-трафика, моделирования математического в зависимости от каких-то факторов. И переложили, ну, есть такой метод наименьший квадратов. Он изучается на втором курсе любого технического вуза. Мы взяли и с помощью него, в принципе, сделали услугу, которой, ну, нет, не было до этого на рынке. Вот мы моделируем различные вещи в интернете, например, конверсию в зависимости от каких-то факторов, которые на нее влияют. Вот, это... А факторы вполне конкретные каждый раз, да? Да, факторы вполне конкретные. Они зависят от бизнеса, да, зависят от... Я могу привести пример. Ну, представьте себе, что у вас есть интернет-магазин, у вас есть некий объем продаж, и вы пытаетесь понять, как на него влияет та или иная реклама. Вам счетчик показывает некое там статическое воздействие, да? Вот вы включили рекламу, и продажи выросли, вы это увидели, как бы прямая связь. А что происходило, если, например, в этот момент было пять одновременно рекламных каналов запущено, и, скажем, еще было радио, еще был телек? Все, тут счетчик статистики уже никак не помогает, потому что разные каналы. Плюс, например, если мы говорим, например, о банковских кладах, там есть еще эффект, ну, там что-то произошло с курсом, произошли какие-то события там, да, на финансовом рынке. Народ испугался, да? Вот как все это... Или бы, наоборот, обрадовался. Или обрадовался. На конкретную рекламу, точнее, это не результат конкретной рекламы. Да, вот. И как определить, что же все-таки повлияло, из-за чего продажи увеличились, и что дальше делать? Ну, вот для этого нужно взять и построить математическую модель, в которой есть эти факторы. Каждый фактор можно оцифровать, да? Рекламу как можно оцифровать? Вот у нас было столько посетителей за каждый день по этой рекламе. Как можно оцифровать вот то, что мы говорили про рынки? Есть, ну, Сберванк выпускает, вот там индекс финансовых настроений, например, у него есть, мы используем. Он, это, по-моему, ежеквартальный показатель, или даже еженедельный, они публикуют. Это некий агрегированный вот индекс, показывающий, как потребители там реагируют сейчас на ситуацию в финансовых рынках. И так далее, и тому подобное. Все это просто наборы математических точек с датами. Точно так же это берется, обрабатывается, и получается прекрасный для заказчика график, который показывает, сколько ему процентов дало то, что просто ситуация на рынках хорошо совпала, и сколько процентов дала реклама. И очень часто мы видим, что реклама очень мало дает процентов. Вот я много раз такое видел. То есть результат вот этого неожиданного всплеска продаж, это как раз не реклама, а это вещи далекие. Ну вот, например, мы моделировали посещение крупного торгового центра. Посещение не его сайта, а его посещение в зависимости от рекламы в разных каналах, в интернете, в телеке и так далее. И вот там 96,5%, по-моему, процентов, это так называемые посещения, которые ничем не обоснованы, базовая линия. Это, ну, люди просто знают, что... Мимо шел, шел мимо, да? Либо шел мимо, либо бренд сильный. Там два варианта. Это, к сожалению, никак не отличить. А реклама – это 2%. А бюджет на нее, там, на эти 2%, ну, он просто такой космический, что когда разделишь вот этот бюджет на количество этих людей в штуках 2%, то начинаешь понимать, что за каждого человека ты платишь 1000 долларов, заходящего в этот торговый центр. Ну, и зачем тогда нужна эта реклама? Вот. Ну, мы отталкивались от того, что проблема кадров, да, начинали, так уж ушли в сторону. Я вот считаю, что не хватает, как бы, таких учебных заведений, где бы обучали еще и не просто математике, а именно вот интернет, чтобы, может, было человека условно не обучать в агентстве или обучать очень мало. Не обучать его там тому, что такое контекстная реклама в Яндексе. Вот. В частности, у меня там сейчас проект есть на эту тему. Я хочу открыть школу, в которой бы таких людей обучали. И даже не очень хочется из этого делать какой-то там прям супербольшой бизнес. Это достаточно сложно, да. Ну, как минимум хочется, чтобы больше было специалистов. Это в любом случае интересно. Сейчас мы прервемся. Новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, продолжим. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема «Рынок интернет-маркетинга и веб-аналитики в России». В гостях у меня Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа «Веб-профитерс». Андрюш, очень интересная тема. Давай мы продолжим на нее. О ней еще поговорим. Это тема, связанная с профессиональной подготовкой. Ну, нет, я так понимаю, нет каких-то специфических, специальных вузов, которые… Нет, вузов точно нету. Есть вот несколько кафедр, которые при известных вузах, которые дают… Ну, это интернет-образование, менеджмент в сфере интернета. Ну, то есть более-менее близко к тому, что бы ты хотел делать. Да. Ну, наверное, это прекрасно, но просто это мало. Поэтому нужно больше. И что самое главное, в чем проблема? Там учат два года. А, например, клиентам очень быстро иногда нужны интернет-маркетологи. На сторону клиента, чтобы управлять 20 агентствами. Одно агентство ведет контекст, другое – поисковое продвижение, третье – медийку и так далее. Нужен человек, который хотя бы не глубоко вникал в каждый канал, а чтобы он понимал, как бюджет перебрасывать между этими всеми. И как подделывать периодический сайт, чтобы он все лучше и лучше становился. Чтобы он мог считать аналитику. Вот где вырастить такого интернет-маркетолога? Где его взять? Два года его готовить слишком долго и слишком дорого. Можно быстрее. Быстрее, либо, может быть, он в течение, в процессе обучения мог бы уже и заниматься какими-то… Да. Ну, условно, можно взять человека с нормальным, если он умеет считать, если 3% от 150 проблем не вызывает, то его можно за 2 недели всему этому выучить. И получится некий специалист, который гораздо быстрее высаживается к клиенту, он не требует никакого абсолютно специфического обучения. Ему только объяснить, что конкретно в этой компании происходит, и он все, ухватывается и начинает работать. Ну, вот по моим оценкам, время высадки такого человека и выхода его на наивысший уровень его эффективности должно занимать неделю-две максимум. О, против двух, как минимум, лет, да? Против двух лет, да. И вот так вот, да, возможно, этот подход имеет свои минусы, но связано с тем, что, в первую очередь, что нет, может быть, фундамента и базы. Если этот человек пересадить потом в другое место, он может там… Потеряется. Ну, может, да, потеряться. Но мы работаем над этим, пытаемся сделать такие программы обучения, чтобы этого не произошло. Это достаточно… Для меня это, в общем, оказалось очень сложным. Делать бизнес… Вообще сделать бизнес на образовании, по-моему, это очень-очень сложная задача. Ну, это задача благородная, извини уже за пафос, да, с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим все-таки о конкретных вещах, это необходимая задача. Да, это много очень… В любом случае, да, ты бизнесмен, у тебя нет кадров. Кадров или, может быть, несколько цинично это произойдет, ну, неких человеческих ресурсов, которые смогут тебе, да, твои бизнес-цели реализовать. Плюс еще мы же страдаем еще от того, что у нас на рынке интернет-технологий достаточно перегрет, скажем, такой сегмент не начинающих специалистов, а вот кто уже какие-то знания получил, базовые, да, то скачок их зарплат, он настолько, он порой совершенно недоступен для там малого и среднего бизнеса. То есть там люди со знаниями в области интернет-маркетинга хотят получать там больше 100 тысяч рублей. Но это не каждый бизнес далеко может позволить. И это неоправданное пожелание, я так понимаю, на твой взгляд? Ну, вам… Нет, ну, иногда бывают ситуации, когда это оправданно, но иногда бывают, когда это неоправданно. Вот, это все считается, оправданно это или нет. Вопрос только в том, что зачем нанимать такого человека, если можно вот взять человека просто… Ну, отличие этого человека от выученного за две недели заключается в том, что у него чуть опыта больше. Но если мы ему дадим этот опыт, да, если мы его научим, он со своей нормальной головой, при учете, что он хорошо считает, возьмет и быстро то же самое сделает. Только не за 150, ну, там, а за 50, условно. Вот и вся просто простая выгода. Ну, и учитывая, да, что, так сказать, подобные аппетиты в этой среде, они не редко, как ты говоришь, опять мы лишний раз скажем, потому что, видимо, рынок-то, да, рынок достаточно ненасыщен специалистами. Да, ну, на фоне вот развития интернет-рекламы как раз того, что вот есть вполне конкретная, да, должность, которую я обозначил, это интернет-маркетолог на стороне клиента. Вот, этих специалистов крайне мало. Есть еще одна должность, которая вот тоже многие очень, даже нас в агентстве просят, мы им что-нибудь сделаем, там, оптимизируем сайт. Они нам говорят, следующая задача, наймите нам, пожалуйста, человека, который бы дальше все это делал точно так же, как и вы. Ну, их неоткуда взять. Есть вот следующая должность. Подожди, наймите нам человека. А почему мы не будем продолжать сотрудничать с агентством? Это дороже для меня? Ну, потому что иногда это дороже, иногда просто не имеет смысла, там, ну, то есть вот человек в агентстве, ему сложно там day-to-day менеджмент осуществлять какого-то бизнеса прям в евриковом компании. Там нужно моментально реагировать, там, и так далее. А у него куча проектов, да, параллельно? Конечно, да, но это в любом агентстве так дела устроены, и никуда от этого не деться, да. Если у тебя не два клиента, то всегда у тебя будет такая ситуация, и ты будешь опаздывать. Я в этом не вижу смысла, проще нанять... Специально обученного человека. Специально обученного человека, вот этого интернет-маркетолога. Либо же есть вот для интернет-магазинов, есть должность, называется администратор, ну, или иногда ее называют директор интернет-магазина. Директор круче звучит. Ну да, по большому счету, если это офлайн-бизнес, а у него есть интернет-магазин и сеть, да, офлайновая, то обычно это называется директор интернет-магазина. Как будто это директор магазина. Да-да-да. Ну, суть в чем? Как бы это, на самом деле, тот же интернет-маркетолог на стороне клиента, плюс у него должны быть знания, связанные с логистикой, с доставкой, да, вот как эти процессы с фулфилментом. То же с офлайном связано, да? Да, вот с фулфилментом товаров, как это все делать, этому тоже можно выучить, в принципе. А если мы не говорим о каких-то сложнейших там логистических задачах, например, там, я не знаю, уровня озона, да, то для небольшого магазина, который работает по Москве и области, вполне возможно такого человека выучить и достаточно быстро его ввести в курс дела. Вот этот человек не будет уже выглядеть, ну, со стороны своего коллеги, и тем более со стороны клиента, таким универсальным специалистом? Он и в оффлайне, да, он и в онлайне. Ну, в оффлайне, скоуп его задач в оффлайне, он ограничивается, в общем, тем, чтобы уметь правильно доставку организовать и, ну, сборку, да, товаров. Думаю, что нельзя его назвать универсалом в области оффлайна. То есть примерно одним и тем же он занимается. Да, все-таки это больше онлайновый человек, просто он еще умеет там рекламой в интернете заниматься, он умеет там заниматься синхронизацией товарных баз, вот это часто в интернет-магазине бывают такие вопросы. И вот этих людей тоже очень мало. Их количество, ну, его очень мало, и обычно это вот кто-то там взялся в фирме, как это бывает, вот я, кто-то взялся за это там в фирме и разучил это через 2-3 года, пропа ошибок, как это делаешь. Ну, зачем их допускать? Да, да. Ну, известные, да, известные фразы есть, да, одна категория граждан учится на своих ошибках, а другая на ошибках других. Лучше, да, лучше, конечно, выбрать второй вариант. А я вот о чем хотел еще с тобой поговорить, ну, возвращаясь к разговору о специалистах, о образовании базовом, да, которое, на твой взгляд, по крайней мере, было бы необходимо. Для меня, по крайней мере, смотри, мы говорим о маркетинге, о рекламе, и для меня всегда вот люди, которые занимаются подобными вещами, это люди творческие, как раз в первую очередь у них должно быть такое, ну, я не знаю, что-то, воображение, какие-то идеи он должен рождать, что-то придумывать, как, что, почему, а потом уже считать. А может быть, даже и не он должен считать. А у меня вот другое отношение к этому. Так а идеи кто же рождает? Нет, ну, здесь надо разделить, да, понятие, там, ну, вот, креативщик, да, условно, да, это человек, который придумывает, какой месседж должен быть у рекламы, где, ну, часто он также придумывает, вот, какова должна быть подача продукта. Есть медийщик, да, это человек, который определяет, какие каналы нужны для того, чтобы транслировать это сообщение. Где это будет, да, лучше работать. Да, 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 вот, а есть, там, после всего этого стоит аналитик, это, там, скучный чувак в очках, который, там, собирает числа и так далее. Ну, это такие, как бы... Но это три разных человека. Ну, вообще, в идеальной ситуации, обычно, как бы, для того, чтобы медийщик был независим, да, чтобы он, как бы, не мог клиента обмануть, лучше, чтобы аналитик внутри медийщика, медийщика нет. Потому что, когда, вот, у нас, там, рекламное агентство свою же рекламу анализирует, я всегда говорю, что это оксимарон, да, это примерно, как приехал в страховую компанию, да, и там... Сам себя застраховал. Не, не сам себя застраховал, а поехал, там, вместо независимой экспертизы, у тебя сама страховая компания, и обсчитал твой убыток. Ну, что, он тебя все посчитает, но мы все, как бы, с этим сталкивались. Ну, да. Вот, поэтому здесь лучше разделять, да, вот, лучше отделять аналитику от именно медийной составляющей. Ну, а креативщики – это люди, которые, они вообще, там, с другой планеты. Да, отдельные касты. Да, и, как бы, они никоим образом этому процессу не мешают. Даже часто очень креативщики к нам, там, обращаются и говорят, помогите нам, вот мы, там, для какого-нибудь бренда делаем рекламные, там, не рекламные компании, а сообщения, там, мы делаем какие-то проекты, но все гробится, там, на уровне медийной, да, составляющей. Как раз из-за того, что я говорил вначале, что не туда бросается сообщение по неким, там, интересам агентства. И в этот момент мы иногда вынуждены, там, вступаться, говорить свое мнение, не всегда оно, там, весомо для больших корпораций и так далее. Вот, смотри, опять, опять говоря о взаимодействиях, да, непосредственно, ну, там, кто он, начальник маркетингового отдела, да, с кем вы общаетесь обычно. И вот подобный пример, да, который ты сейчас произнес. Мне кажется, есть риск такой, ну, отсутствие взаимопонимания, что ли. Ну, я сейчас объясню, о чем я хочу спросить, о чем речь. Вот есть работодатель, да, у него, наверное, какие-то общие стратегические взгляды на развитие собственного бизнеса, да, и он делегирует определенные полномочия, в том числе, вот, начальнику отдела маркетинга. Тот уже со своей, ну, меньшей колокольней смотрит, да, у него какие-то процессы внутри, вот, может быть, то, о чем ты уже упомянул. И в конечном итоге стратегическое решение, принимая все-таки работодатель, насколько он адекватен в этом решении, насколько он прислушивается к своему сотруднику, да, либо будет реагировать на рекомендации твои, как человека стороннего. Ну, это вот сложный вопрос. Не всегда, конечно. Ну, начнем с того, что... Достучаться, как минимум, удается. Зависит от того, с кем работаешь. Если работаешь напрямую с владельцем бизнеса, это вообще всегда проще. Проще, конечно. Потому что это его деньги, ему не надо объяснять, что надо экономить на рекламе. Совершенно верно. Ему не надо объяснять, что надо повышать эффективность и конверсию сайта. Он все это и так понимает, и, как правило, он там, все, давайте, быстро, поехали, давайте все быстрее сделаем. Если возникает прослойка, ну, что неминуемо, да, в большой организации, там еще, может быть, и двадцатих, то, конечно... Прослой их. Да, да, да. То туда добраться бесполезно, а на этом уровне часто бывает, что, ну, в общем, другие задачи решаются. Задача, которая называется имитация деятельности собственной, имитация собственной большой важности. Вот только что, ну, буквально пару дней назад был на встрече там в одном банке. Мне там, как бы, я пришел-то, рассказал о том, что мы собираемся сделать и как мы там можем помочь. При этом, как бы, в виде, как этот банк до этого рекламируется в сети, ну, так мягко, возникают вопросы. Кто этим занимается, да? Да, да, да. И тут, как бы, некий человек, там, он просто, ну, он не сказал, что он двадцать лет этим занимается, я ничего не понимаю, потому что мне примерно столько же лет, сколько он этим занимается, и, в общем, не очень их это заинтересовало. То есть, такие проблемы, конечно, существуют. Но если удается вовлечь в это кого-то, кто более аккаунтабл, да, кто больше уделяет этому внимания, и кто за это отвечает. Ну, конечно, в итоге, да, кто, чьи деньги тратятся, вот, самый-самый мотивированный человек, как правило, именно этот. Да, то тогда все, вся проблема моментально решается. Ну, это, как бы, на кого попадешь, да, бывает, что люди, людям все равно, вот. Ну, и с каждым годом ситуация улучшается. Если там до 2008 года всем вообще было наплевать на эффективность интернет-реклама. Ну, никто там... Моя задача, сайтик сделали, да, кнопочку там можно нажать, и нормально. Да, ну, никто не смотрел на это таким образом. А когда уже вдруг стало понятно, что все заказы из интернета приходят, или, там, 50%, то, ну, как бы, сразу стало ясно, что туда надо определить некий вектор внимания. Конечно, надо внимания усилить, да, на этот момент. Так, хорошо, хорошо, Андрюша. Значит, у нас немножко времени осталось до следующего, до следующего перерыва. Я использую вот на что я повторю для наших слушателей. То мы сегодня говорим о рынке интернет-маркетинга и веб-аналитике в России, а в гостях бизнес-класса сегодня Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа, веб-профитерс. Сейчас время послушать новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим наш разговор. Итак, друзья, продолжим наш эфир. Последняя часть его, собственно, в эфире Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – рынок интернет-маркетинга и веб-аналитики в России. И в гостях Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа, веб-профитерс. Андрюш, ну, много, всегда много вопросов, да, касаемо монетизации некого бизнеса. Вот гости, которые сюда приходят, в конечном итоге, да, очень хочется понять, на чем они зарабатывают деньги. Ну, профессиональное применение я более-менее, так сказать, понял, да, чем ты занимаешься. А где деньги-то, где? Ну, как деньги, это обычный, по сути, это консалтинговый бизнес. Консалтинг. Да, это подготовка некоторых документов, вполне конкретных, которые называются техническое задание на изменение сайта или техническое задание на модернизацию рекламных компаний. Или, например, техническое, у нас есть услуга, там, бывают проблемы конверсии, у нас бывают такие случаи, они не связаны с сайтом или с рекламой. Или мы вот решили проблему конверсии на сайте, видим, что заявки поступают, а продажи не растут. Это значит проблема между заявками и конечными деньгами в прокладке, а эта прокладка называется отдел продаж на стороне клиента. Да, и там тоже мы иногда решаем проблемы, то есть копаемся там в звонках, в колл-центрах, слушаем, как операторы разговаривают, если это не гигантский какой-то колл-центр. Это уже не совсем, я правильно понимаю, не совсем ваше дело. Это не совсем наше дело, это не совсем интернет, но мы с этим несколько раз столкнулись, а после этого поняли, что, в общем, без этого никуда. Там гораздо, вообще, как бы, на интернет-конференциях очень сильно муссируется вот проблема, как бы, эффективности интернет-рекламы, конверсии. Но все деятели в интернете, которые далеки от реальных дел, а я вот себя считаю близким к реальным делам, очень плохо понимают, что он на конверсию влияет очень много. Первый человеческий фактор – это вот эти люди, которые там это все продают. Снимают трубки. Да, а еще второй фактор называется цена. Иногда еще там такие, как бы, перлы приходят. Извини, пожалуйста, я вдруг представил себе лицо этого человека, которому ты обращаешься. Значит, дружище, а ты, наверное, дороговато продаешь, ты об этом не думал? Ну, а что, это, между прочим, если человек ставит тебе задачу, мне нужно в пять раз повысить конверсию, ну, что, ну, это очень, просто это очень много. За счет того, что ты там какие-то кнопочки поменяешь на сайте или перенастроишь рекламу, да, можно повысить эффективность рекламы, ну, на 40-50%, 60%, ну, в два раза, если это низкий старт, там все плохо, ужасно, и какой-то дилетант все делал. Ну, чтобы решать задачи вот такого уровня, в пять, там, в десять раз, ну, как бы, это надо задачи решать на уровне общей маркетинговой политики. А что это такое? Цены, дистрибуция. Ну, конечно, про это я говорю. Самый простой способ повысить конверсию в пять раз, там, в два с половиной раза снизить цену. Конечно, ничего удивительного. Ничего в этом удивительного нет, да. А вот что касается отделов продаж, то там свои проблемы. У нас в России, как бы, тех, кто профессионально умеет продавать по телефону, единицы таких людей. Я когда-то начинал свою карьеру вот в такой большой компании «Росгосстрах». Я там сидел в колл-центре и снимал сначала трубку, слушал людей, которые там звонили с аварией, потом еще и полисы там продавал тем, кто хотел. И, в общем, тогда я понял, что это очень-очень сложная деятельность. А сейчас я понимаю, что в большинстве компаний это выглядит так. Поступает звонок, спрашивают там. Ну, вот у меня есть знакомая компания, они бурят скважины на загородных участках. Мы их там... Под воду, воду ищут, да? Да, 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 да. Ну, это такой, как бы, хороший бизнес. И, в общем, там очень стабильно работающая, хорошая компания, большие профессионалы. Ну, есть проблема, да, называется, это проблема справочная в отделе продаж. Здравствуйте, сколько стоит прорыть метр? Столько-то стоит. Спасибо, до свидания. Все. Ну, все, да. Продал, называется. Потерян звонок, да. Этот звонок стоит много денег с точки зрения рекламы. Вот, эту проблему как-то нужно решать. Значит, нужно что там делать? Нужно слушать каждого человека, смотреть на его ошибки. Нужно разрабатывать там методику удержания человека, который позвонил. Нужно ему задавать какие-то другие вопросы, а не просто отвечать 100 рублей. Вот этим тоже, как бы, приходится заниматься. На самом деле, как бы, классические там бизнес-тренеры и бизнес-консультанты нам здесь вполне оставляют шанс, особенно если мы уже в интернете хорошо поработали, значит, мы можем попытаться что-то делать дальше. Ну, это можно начинать некой диверсификацией твоего бизнеса, да? Ты уходишь вот в сферу бизнес-тренерства. Нет, я очень не люблю вот этих бизнес-тренеров всех, потому что они на самом деле все от бизнеса очень далеки, все эти бизнес-тренеры. Ну, может быть, не все, большинство. Ну, да, много людей, которые там далековаты очень от бизнеса. Я стараюсь быть практиком. Это не дежурсификация, это, к сожалению, данность, что этим приходится. Ну, то есть, если бы при другой данности, ты бы этим не стал заниматься. Не, не стал бы. Но жизнь, она диктует. Да, я бы с удовольствием только интернетом занимался, не касался бы оффлайновых проблем, но, тем не менее, приходится. Приходится вот заниматься операторами, приходится заниматься тем, как компания допродает. Известен же простой факт о том, что вместо того, чтобы продавать новому клиенту, проще продать старому еще раз. Ну, наверное. Ну, у него же есть некое доверие к компании, и он готов... Он уже попробовал. Да, он готов, при условии того, что услуги, или продукт был хороший, или услуги были качественно оказаны, клиент готов произвести вторую покупку. Ну, очень мало компаний обращают на это внимание и работают именно со своей текущей клиентской базой. Например, в интернет-магазине это там e-mail маркетинг называется. Да, у вас есть база людей, там, e-mail, кто купил. Ну, вы можете хорошо работать, во-первых, анализировать, какие страницы они смотрели в счетчике статистики, кроме того, что они купили, и дальше им досылать то, что они смотрели, но не купили. Или там, например, ну, не знаю, в магазине детских товаров купили, там, я не знаю... Ну, коляску давай, коляску. Да, коляску. Потом проходит год, и надо велосипед уже покупать. Маленький, да. А может, и автомобильное кресло для ребенка можно купить. Ну, то есть, вот такие вот связки, это все. Это задача маркетолога, который с помощью аналитики, счетчика должен эти задачи решить. Ну, опять, изначально мы говорим о маркетологе, который там вот в компании, да, у клиента, как ты называешь? Ну, конечно, он в связке с аналитиком работает. А вот эти? Этот человек, он должен консультироваться с аналитиками, вот аналитик что ему отдает в этом случае? Он ему отдает связи, что смотрят в основном с этим товаром. Он смотрит это в счетчике, статистике сайта. Скажи мне, много компаний, которые вот подобные услуги, консалтинговые, да, все-таки, да, в России сейчас осуществляют? Значит, компаний, которые бы занимались только консультированием, ну, где-то, я думаю, где-то три, может быть, пять. Три в России? Да, три, пять. А во всем мире вот сертифицированных партнеров Google Lab по аналитике, как наша компания, ну, их там, ну, может быть, 200, 300. Не очень много таких компаний, потому что... Ну, то есть и три, пять для России, это звучит убедительно, да? Это не катастрофа, это не так, что очень мало, боже мой. Да, нет, ну, много не может быть, это же там не такой прям бизнес масштабный, вот. Много именно этими задачами пытаются рекламные агентства заниматься, аналитические. Вот как они там свою же рекламу анализируют. Ну, практически каждое рекламное агентство сейчас имеет типа аналитические отделы. Ну, ты, да, уже по этому поводу сказал, да, ты воспринимаешь это с иронией, я с тобой абсолютно согласен. Не, ну, на самом деле, я, может быть, с иронией воспринимаю и ругаю, но, тем не менее, когда это внутри рекламных агентств появилось, все-таки, как бы, они осознали, стало лучше. Как бы они там, я не считал, что они, ах, такие плохие, они там не то продают, не так анализируют, но, тем не менее, как бы, их жизнь заставила все равно не делать там чего-то. Поэтому это хорошо, в общем случае. То есть это такой первый шаг, вроде бы, да, там на пути. Да, и вот тех компаний, которые не продают рекламу и при этом занимаются только аналитикой, их, ну, где-то три-пять штук, можно насчитать. Ну, и с твоей точки зрения, вот, для того, чтобы, так сказать, на российском рынке этих услуг присутствовать, такого числа пока достаточно. Ну, я думаю, что да, но, может быть, одну-две еще добавить, но не больше. Ну, опять, это жизнь добавит, да, если эти услуги будут пользоваться. Ну, учитывая, что вся жизнь постепенно перемещается в интернет, в интернет, действительность, можно предположить, да, что востребованность этих услуг вырастет? Ну, точно совершенно, потому что в последние годы мы вот, когда этим начинали заниматься, вообще никого практически не существовало. Может быть, еще одна была компания, которая делала то же самое. Да и я потом только узнал, что она тоже этим занималась. Я не был в курсе, например, и они, наверное, не были в курсе, что мы существуем. То есть, создавая бизнес, да, как традиционно, да, значит, ты выбираешь род деятельности и обязательно посмотришь по сторонам, а кто еще этим занимается. Ну, естественно. Ну, у меня просто какой, у меня бэкграунд был с этим связан. Я работал там в, есть такая компания, Parallels, она делает, это известная российская IT-компания, которая на весь мир работает. Я там занимался интернетом, а поскольку она работает на весь мир, у меня был начальник, который был маркетолог из Америки, очень высокий, он высокого уровня, он был одним из главных маркетологов в Микрософте и закончил Гарвард. От него я узнал, что такое, как бы, оптимизация маркетинговых расходов, и после этого мы там системно этим занимались, это был 2006-2007 год. Ни о каких счетчиках статистики в России еще речи тогда не шло. Поэтому мы, когда я оттуда уволился и, в общем, решил начать свой бизнес, одним из направлений мы выбрали вот именно направление аудита, рекламы и сайтов. А потом, как бы, мы еще поняли, мы тогда в самом начале еще тоже пытались параллельно рекламу делать, но уже, как бы, в рекламе шансов не было, там было уже очень много рекламных агентств и всяких этих студий. Потом я просто вечерком посидел и подумал, что было бы хорошо, наоборот, отрезать всю рекламную деятельность, весь экзекьюшн маркетинга, и спозиционировать как чисто консалтинговое агентство, которое независимо и работает, как бы, на стороне клиента. И вот эта идея прострельнула. Да, да. И учитывая еще все-таки специфику, да, вот тех вещей, которыми вы занимаетесь, именно специфику, узкую специализацию. Да, а я вообще, как бы, поклонник, я вот понял, что в этой истории, что фокус, ниша, это, как бы, крайне важно. Я слабо себя представляю, ну, наверное, в силу своих ограниченных пока бизнес-опыта, я слаб понимаю, как можно управлять огромной компанией, там, с большими... Да, 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 но вот зато, когда ты сфокусирован, в нише определенной находишься, то тебе проще, и еще есть время забор поставить, чтобы в эту нишу потом трудно было залезть. Залезть. И все там бизнес-лидеры, с которыми я когда-то работал, и которые, ну, я на них смотрел, да, там, Стив Джобс там тот же, у него вообще одна из основных его тем была в компании Apple, когда он ее там фактически вытащил из катастрофы. Он взял все там, они производили очень много продуктов, он оставил, по-моему, 3 или 5, ну, то есть, больше 30 отсек... Ну, то есть, идея именно такая, надо в чем-то конкретно сосредоточиться, чтобы добиться результатом сначала, как минимум. Да. Андрюш, спасибо огромное за интересную беседу, спасибо, что ты нашел время посетить нашу студию. Уважаемые слушатели, в эфире бизнес-канала был Андрей Юнисов, руководитель агентства веб-анализа Web Profiters, и мы говорили на тему рынка интернет-маркетинга и веб-аналитики в России. Вам огромное спасибо за внимание, всего хорошего, до свидания.